Здравствуйте! В эфире Город С и Татьяна Дмитриева. Как обеспечивается безопасность на водных объектах в летний период и как проводится контроль за маломерными судами? Об этом говорим сегодня в нашей студии старший государственный инспектор, руководитель группы патрульной службы номер 3 Центра ГИМС МЧС России по Самарской области Сергей Тюлькин. Здравствуйте, Сергей Викторович! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, что включает в себя вопрос обеспечения безопасности на воде в летний период? На что направлено ваше внимание еще до открытия такого массового сезона сегодня? Ну, обеспечение безопасности это комплексное мероприятие. Во-первых, проводятся профилактические работы, как в зимний период, так и до начала навигации. Далее это непосредственно контроль надзорная деятельность на водных объектах Самарской области. Также проведение аттестации судоводителей для управления маломерными судами. И также государственная регистрация маломерных судов, которые подлежат учету. Все это комплексные меры обеспечения безопасности на водных объектов. Давайте начнем с последнего пункта. Регистрация маломерных судов. Что вообще входит в понятие маломерного судна? Потому что часто возникают вопросы. Я даже помню, нам звонили, спросили. Вот у меня моторная лодка, сколько я не ходил, не плавал на ней, никто меня никогда не остановил. А я думаю, регистрируете ее или нет? Что нужно регистрировать все-таки? Значит, в настоящее время под маломерным судном понимается судно длиной до 20 метров, пассажировой вместимостью не более 12 человек. Суда весом вместе с двигателем 200 килограмм и менее регистрации не подлежат. Также, если этот двигатель менее 10 лошадиных сил, для этой лодки также и удостоверение на право управления тоже не нужно. Все остальное нужно регистрировать. Понятно. И что требуется от владельца и водителя? Ему нужно сдать на права. Еще что? Кроме зарегистрировать. Купил он это судно маломерное, лодку, еще что-то? Какой порядок его действий? Ну, кроме получения индустрии на право управления, необходимо судно зарегистрировать, после чего пройти техническое осветительствование. И после этого, соответственно, можно управлять, не нарушая административное законодательство и других законов. То есть на судне при себе нужно иметь обязательно это удостоверение на право управления, судовой билет, также доверенность, если доверенное лицо это управляет. Ну, в принципе, и все. Основные документы. А техническое освидетельствование, как часто оно проводится? Это платная услуга или бесплатная? Техническое освидетельствование маломерных судов в настоящее время проводится бесплатно, уже длительное время. Техосмотр проводится раз в пять лет. С 2013 года вступил закон, закон усил в июне месяце. Здесь хотелось бы отметить, что люди на воде до сих пор, многие не знают, уже пять лет с лишним прошло, они говорят, что вот отменили техосмотр. Техосмотр никто не отменял, его приостановлены на некоторый период. И нужно понимать, что до каждого гражданина персональную информацию донести невозможно. Даже все эти выступления в средствах массовой информации, проведение бесед на базах, в стоянках, люди все равно не знают об этом. Округляют глаза на воде, когда их останавливают, а мы не знали, что нужно проходить техосмотр. Хотелось бы, чтобы люди к этому моменту относились поответственнее, лично сами в начале навигации периодически узнавали, какие есть изменения на текущий год и так далее. По любому вопросу можно звонить всегда в инспекцию. Понятно. А еще какие-то есть изменения, которые тоже, может быть, предупредить-то легче, как говорится, чем уже потом исправлять? С этого года вышел новый закон по регистрации маломерных судов. Там по технической части мало что поменялось. Поменялась только форма документов, бланки заявлений поменялись, бланки судовых билетов поменялись. Ну а в целом все сроки и все требования остались прежними. Вот сейчас патрульная служба чем-то уже занимается, потому что, вот я тоже видела, уже лодки вышли, уже курсируют. Вот были такие погожие теплые дни, уже на воду спустились. Вот ваша задача, вот именно сейчас что входит? Да, конечно, патрульное деятельство уже ведется, контрольный надзор на деятельность на воде. То есть также останавливаются лодки, проявляется документация. Также сейчас у нас в активной фазе проверка баз стоянок для маломерных судов, проведение их технических свидетельствований. Более того, на этих базах стоянках проводятся беседы с руководителями этих баз, либо ответственными лицами за эксплуатацию настоящих баз. Доводится информация о проведении чемпионата мира по футболу в будущем году. Здесь тоже есть свои нюансы. Ну, у нас будет много туристов, и наши люди все будут на воде также. То есть информация специфическая, она доводится. Также доводится вот эта информация по каким-то изменениям, чтобы они уже в свою очередь доводили эту информацию до тех владельцев маломерных судов, которые у них базируются. Понятно. Вот вы сказали про стоянки, но есть официальные, легальные стоянки, а есть незаконные. Вы тоже с этим боретесь? И что включается опять же в понятие незаконные? Может быть, ну, на время он ее так припарковал, лодку. И вот как определить, законно он здесь вот размещен или нет? Ну, в Государственной инспекции ведется реестр баз стоянок по всей области, которые, собственно, зарегистрированы у нас ежегодно, проходят техническими осуществами. Если обнаружим, что где-то образовалась незаконная база стоянка, мы совместно можем с прокуратурой, с транспортной полицией выезжать, выяснять. А сейчас стоянка. Ну, то есть это бизнес, да, такой? Вот организуют люди и ставят лодки? Ну, конечно, да, бизнес. И все это подлежит штрафам и каким-то наказаниям административным? Да, совершенно верно. В административном кодексе есть статьи, есть штрафы по данным. А они вот относятся только к владельцам таких, к организаторам стоянок, или к тем, кто вот пользуется услугами тоже? Вот это тоже важно знать, потому что... Нет, ну, в отношении лодочной базы стоянки для маломерных судов персонально к владельцам лодок как бы... Нет претензий, да? Нет претензий, да. Они заключают там какой-то договор, либо устный договор, и там на основе денежной, на основе денежной там стоят. Они даже могут не знать, что данная база не зарегистрирована. Хотя вот нужно узнавать, потому что все равно это должен быть контроль определенный. А какие требования к официальной стоянке предъявляются к лодочной станции? Что вы контролируете, скурируете? Почему нужно, вот чтобы легально все это было... Ну, первоначально для того, чтобы открыть лодочную базу стоянку, нужно получить лицензию на водопользование. Далее оформить землю именно под лодочную станцию. После чего там данная территория обустраивается. То есть как на воде, так и на берегу. Специальными зданиями для вывоза отходов, масляных продуктов и так далее. После чего приглашается инспектор для проведения технической осветительной данной базы, на которой проверяется буквально все. пожарное имущество, сходни, мостки, пауки, спасательные круги, документация, акты троллиния подводные. Все вопросы безопасности, да? Да, журналы прихода, выхода судов, журналы прогноза погоды, информационные стенды и так далее. То есть все на этой лодочной станции должно быть в порядке. Да, направлено на безопасность. Чтобы в случае чего, чтобы все, и владельцы были спокойны. Вот теперь понятно, почему так важно парковаться. Я все в сравнении с автомобилем, потому что такой практики владения судном у меня нет. Я хотела бы еще уточнить, какие нарушения чаще всего происходят. Вот вы патрулируете, из года в год они повторяются, и в рейтинге самые высокие места занимают. И никак ситуация не справляется. Что это такое? Ну, самый частый нарушение – это нарушение правил плавания, а именно преднамеренная основка стоянка в запрещенных местах. Данные места указаны в правилах пользования водными объектами Самарской области. Они в общем доступе находятся в интернете. Вот по этому нарушению очень часто люди попадаются. И также сейчас очень много людей, не прошедших техническое осветительство. Опять то, что я выше говорил. Кто-то не знает, почему до сих пор, хотя уже пять лет в закон вступил в законную силу. Вот два этих нарушения. И штрафы, если нет технического освидетельствования, тоже присутствуют? Да, конечно. Штраф в зоне прохождения технического осветительства от 500 до 1000 рублей. Понятно. И, опять же, по аналогии с водителями автомобилей, есть ли управляющий судном в нетрезвом виде? Как это все, во-первых, выявляется? Это такие жалко-тестеры, как и в ГАИ или что? И, опять же, за такое нарушение могут ли изъять права? Или отстранить? Или что происходит? Потому что, опять же, лето, хорошая погода, природа, все это располагает, как мы знаем. Совершенно верно. В государственной инспекции у нас имеются сертифицированные, калиброванные приборы для замера алкогольного опьянения. При этом у судоводителей изымают, соответственно, права. Отстраняются они от управления. Составляется административный протокол. Составляется направление на медицинское осветительство, соответственно. И далее собирается весь материал. И, возможно, отправляется в суд для принятия решения. Отстранение в отправление от года до двух лет. Да, вот это серьезно. Уже тоже стоит задуматься. И в данную же минуту, как вы выявили, что в нетрезвом виде, он отстраняется, вот такой водитель, от вождения. Да, конечно. Как он дальше управляет, он не имеет права. Нет, одно дело на дороге, а другое на середине реки. Это тоже какие-то вопросы возникают. Вы его сами тогда сопровождаете или как до берега? Как это происходит? Ну, мы сами садимся, либо за руль можем сесть сами, либо отбуксировать его, то есть до места стоянки. Право на управление вот такими маломерными судами, как его получить, сколько учиться, если у вас есть эта информация? И вообще, бывают ли случаи, когда вот без таких прав вообще садятся и попробовать вот просто себя на воде, как я поведу? Ну, насколько мне известно, сроки обучения на право управления маломерным судном в школах, это порядка месяца. Недолго, надо сказать. Ну, по сравнению даже со футболомерным. Смотря с чем сравнивать. Да, да, да. Ну, и, соответственно, на воде попадаются, но не особо часто. Данные граждане без прав управляют. Даже бывает так, что, например, гражданин, имеющий право управления, имеющий при себе удостоверение на право управления, передал управление своему другу, например, у которого нет прав. Что тоже запрещено, конечно. В этом случае виноваты оба гражданина, и на обоих составляется стерильный протокол. То есть за передачу и за управление, лицом, не имеющим права управления, соответственно. А есть ли определенные правила для управляющих маломерными судами, которые вот необходимо придерживаться, и всегда помните о них, вот по движению на воде, что это такое? Ну, касательно правил плавания, есть российские правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации. Но этого недостаточно. У нас есть правила пользования водными объектами по Самарской области. Их нужно знать также обязательно. В них указаны зоны пересечения Волги, где у нас можно пересекать. Где можно двигаться, вдоль какого берега запрещено двигаться. То есть это нужно знать. Это наши местные правила, которых в общих правилах, соответственно, конечно, нет. А сигналы от граждан, обывателей, которые видят с берега даже какие-то нарушения, или какое-то тревожное поведение там, судно или еще что-то, вы принимаете вас? Такая связь установлена? Или только вот вы патрулируете, и тогда уже принимаете какие-то меры? Нет, конечно. От граждан также поступают сигналы, особенно если видят пьяных людей, которые себя ведут агрессивно на воде, нарушают правила плавания. То есть сигнал поступает либо в главном управлении, либо непосредственно в ФКУ Сандергимс, МЧС России по Самаразской области. Сразу же этот сигнал поступает к нам, и мы выезжаем на место. А женщины, которые управляют такими вот маломерными судами, вы встречаете таких водителей? Да, достаточно много. Последнее время на экзамен для управления маломерным судом приходит очень много женщин. На каждом экзамене по несколько человек обязательно присутствуют. А из практики количество вот этих судов увеличивается? Вы видите, что их становится больше вот из года в год или нет? И движение вот на реке тоже интенсивность увеличивается? Конечно. Если сравнить, там даже за последние 10 лет такого на воде не было, интенсивность движения сильно увеличилась. И в связи с этим, конечно, много опасных и таких критических ситуаций, наверное, возникает. Потому что какие несчастные случаи происходят на воде? Вот часто жалуются еще, вот я даже не знаю, как это можно предупредить, что свет от солнца в какие-то часы в глаза, и вот авария происходит именно вот в связи с этим. Что не увидел навстречу идущую там лодку плывущего, какого-то отдыхающего и так далее. Ну, свет, конечно, это частный случай, но вряд ли. Скорее всего, это либо алкогольное опьянение, что вот происходит несчастный случай, либо человеческий фактор, обычная невнимательность. Вот и все. Там уже вот еще невнимательность, но здесь включается еще такой пункт, как скорость, да, вот движение при движении. Можно на скорости действительно просто не увидеть элементарно. Элементарно. А вот ограничения скорости какие-то существуют или нет? И как все это регулируется? И как это фиксируется? Основное правило, которое нужно знать водителю, что судно всегда должно двигаться с безопасной скоростью. То есть исходя из настоящих требований, то есть всегда, в зависимости от обстановки, от погодных условий, от даже внутреннего самочувствия. То есть нужно всегда принимать решение такое, чтобы своими действиями всегда, в любом случае, можно было избежать столкновения. Безопасной скоростью может быть фактически любая. То есть сам определяет уже, так скажем, судовладелец, водитель. Еще вот в преддверии этого сезона, на что бы вам хотелось такого массового плавания и купания, на что обратить внимание, как проводится профилактическая работа ГИМС? Как вы ее проводите? Я уже говорил, да, сейчас активная фраза приема баз стоянок по маломерным судам, на которой проводятся профилактические беседы именно с владельцами этих баз, либо с лицами, ответственными за их эксплуатацию. Также в процессе контроля надзорной деятельности на воде с гражданами, владельцами маломерных судов, также проводятся беседы. То есть также до них доносятся какая-то информация новая, которую они могут не знать, например. Ну а, соответственно, в зимний период мы проводим лекции и беседы в дошкольных учреждениях, в школах по безопасности поведения на льду. Такого плана. Понятно. А в обязанности сотрудника патрульной службы ГИМС что входит? На что направлена ваша работа? Ну, это, во-первых, предупреждение аварийности на водных объектах Самарской области. Также предотвращение нарушений правил плавания, правил пользования водными объектами Самарской области. Проверка, соответственно, документов, наличие всех, которые должны быть на судне. Ну и, естественно, выявление людей в интернерном состоянии. А информационная составляющая, о которой вы говорили, вот не знает это, не знает то. Вот где почерпнуть всю эту информацию? Самый простой доступный путь легкий? Какие-то изменения? Самый простой доступный путь. На официальном сайте МЧС выложена базовая информация, вся касательно ГИМСа. Ну, если этого недостаточно, по какому частному вопросу, касательно аттестации, регистрации, техосмотров, ну, любого вопроса, который есть у гражданина, можно позвонить в инспекцию по маломерным судам и там это свой вопрос задать. Это даже нужно делать перед началом каждой навигации, потому что законов много, они меняются, что-то меняется, нужно убедиться, что у вас все в порядке. А вот перед началом, ну, уже началась, наверное, вот нынешняя навигация, да, вот есть у нее какие-то особенности? В связи с погодой, еще с чем-то, с каким-то условием, нет? Ну, в настоящий момент, только вот у нас по регистрации, я говорил, вышел новый приказ с этого года, по остальным документам фактически ничего не изменилось. По погодным условиям, сами видите, в этом году у нас весны не было и лето планируется тоже. У вас уже есть такая информация, что такое будет лето? Ну, информацию мы также получаем из средств массовой информации, так что все прогнозы погоды нам важны так же, как и гражданину, владелецу маломерного судна. А несчастные случаи, они чаще происходят при какой погоде? Вот если уж вы так пристально за этим всем следите, вот, ну, чтобы тоже вот типично и знать, когда нужно быть особенно внимательным? Ну, если штормовые условия, конечно, нужно быть особенно внимательным. В прошлом году вот утонули люди, потому что одна из причин – отсутствие спасательных средств на маломерном судне. То есть там вот одно или два было, люди выжили, а остальные все погибли. А вот ставятся же какие-то там тревожные сигналы, что вот человек, может, не ощущает количество там баллов, да, там, штормовых и не понимает, ну, вот, особенно на реке, да, не очень понятно, что там шторм или что, вроде бы не так страшно. А как предупреждается о том, что можно вот в это время выходить на воду или нет? Вот есть какие-то такие определенные? Да, я говорил, на лодочных станциях, на базах-стоянках для маломерных судов есть обязательно ответственный, который эксплуатирует эту базу, который пускает маломерные суда со своей базы, который должен оповещать о прогнозе погоды. Там должны находиться информационные стенды, на которых вешается и сила ветра, и высота волны. Понятно. Вот еще говорят, что на Волге и вообще на реке вот шторм даже страшнее, чем на море, потому что вот если попадешь, то это как-то вот, вот я слышала даже от водителей вот этих вот владельцев, что действительно страшно становится. А в чем вот эта специфика, что на реке действительно вот такие вот непогодные условия труднее преодолевать? Ну, страшно и на море, и на воде. Ну, единственное различие, что на реке волна более короткая, чем на море, потому что, соответственно, водоем узкий, и такая площадь. Наверное, и все, страшно везде. И тонут везде, да. Да. Из вашей практики, вот лично сколько вы занимаетесь уже вот этим делом профессионально, и почему к нему пришли, подошли? Почему вот выбор на такую профессию, вот именно с водой связан, с безопасностью? Ну, во-первых, я получил профессию данную, то есть учился на данную профессию. Вот, а почему выбрали такую профессию? Вы потомственная уже, династия у вас такая или вы первые в семье? Нет, у меня не династия просто, душа как бы лежала здесь. Интересно. Потом 10 лет работал на большом флоте, и, соответственно, уже потом пришел в инспекцию, уже 12 лет работал в инспекции водной. Угу. Но вы занимаетесь сейчас организационно руководящей работой, да, или сами выходите тоже вот в рейды, патрулируете? Конечно. Я руковожу группой патрульной службы, где посредством мы, наша основная деятельность, это патрулирование, контроль надзорной деятельностью на водных объектах. А как часто вы выходите вот в патруль? Как часто это происходит? Или такие данные нельзя рассекречивать, чтобы все были неспокойны? Дату и место, конечно, называть не будем, но патрулируем достаточно часто, составляется план график патрулирования ежемесячно, на каждый месяц, соответственно. Ну и плюс какие-то непредвиденные выезды вот по звонкам, по ЧСам, по каким-то и так далее. То есть на воде регулярно находимся. Понятно. Вы как руководители службы, наверное, знаете о том, требуются ли работники, вот конкретно ваше подразделение, патрульное. И что нужно для того, чтобы, ну некоторые тоже ориентируются на работу, даже может сейчас выбирают профессию, вот что вы можете сказать о представителях этой профессии, что нужно? Работники требуются, требования у нас обязательно высшее образование, или юридическое, или судоводительское. А какие специальности, специалисты непосредственно требуются? Без разницы. То есть у нас не хватает, да, инспекторов не хватает государственных. То есть можно. И старших нету, и просто государственных инспекторов нету. Вакансии есть. Да. А чтобы получить, вот вы сказали, нужно образование, вот это, кроме юридического, это где его можно получить? Где? В учебных заведениях. У нас есть здесь тоже конкретно. Ну как же, конечно. Я конкретно не знаю, какие именно, но юридические заведения в любом городе там достаточно. Понятно, а вот такое специальное? Специального нету. Есть, я знаю, школы МЧС, там получают образование также. Ну это можно подчеркнуть информацию в интернете. Понятно. Какой статистикой вы владеете, потому улучшается ли ситуация на воде год из года, ну вот вообще, или нет? Вот. Как вы для себя решаете, что вот в этом году лучше была ситуация? От чего это зависит вообще, если проанализировать вашу работу? Статистика ведется по всем направлениям, не только у нас, а и по всем регионам в частности. То есть потом эта вся статистика суммируется и сравнивается как в отдельном регионе, так и между всеми регионами. Статистикой в основном важная по гибели людей на воде и по правонарушениям, которые есть. То есть, соответственно, если больше, то надо нарушений, то надо увеличивать, усиливать свою работу по конкретным мерам и принимать по этому поводу. На данный момент у вас есть какие-то такие вот уже определенные перспективы, по которым нужно направление, которым нужно усилить работу? Вот что вас тревожит лично? Чему бы вы уделили большее внимание еще? Ну, у нас по сравнению, например, с прошлым годом каких-то скачков, нарушений особо нету. То есть работа ведется планомерно в соответствии с планом годовым, который у нас утвержден. Но единственное, что, конечно, в этом году делаем особый упор на проведение в будущем году чемпионата мира по футболу. Здесь уделяем внимание и работаем в городе чаще, то есть по городской черте. Вот в этот момент. А на кого направлена вот эта работа по чемпионату мира? Вы меня прямо удивили, потому что я никогда на эту сторону даже не обращала внимания, потому что кажется, что все будет сконцентрировано в городе, в чемпионат и так далее. А здесь вот что вы доводите до заинтересованных лиц, о чем вы говорите? И вообще, как это будет все организовано во время чемпионата мира с вашей стороны? То есть чемпионат мира приедут не только на футбол посмотреть, они же как туристы будут и город смотреть, и по Волге будет интересно покататься. То есть гражданам доводится информация, чтобы вели себя корректно, правила не нарушали. Туристам конкретно? Не туристам, а судовладельцам маломерных судов, чтобы они не нарушали правила, не ездили туда, куда нельзя ездить, например. Чтобы вели себя корректно, не агрессивно и так далее. А, такого плана работа. Ну да, конечно. Все-таки наша страна, нужно держать марку. Понятно. А что касается гидроциклов? Это вот тоже такое новшество, которое появилось, и все больше и больше, мне кажется, вы с ними как-то работаете? Есть ли какие-то опасности, которые возникают у владельцев, еще у кого-то, который с этим связан? С гидроциклами у нас отдельная история. У нас каждый год бывает операция гидроцикл. Это вот как на дороге, наверное, мотоцикла, да? Да, непосредственно по ним выезжаем и только по ним работаем. А что проблемного может быть? Что такого, что тревожит? Гидроциклы часто не регистрируют. Потом это очень быстроходные суда, они часто убегают. То есть к этому моменту у сотрудников линейного отдела есть хорошие суда, у нас есть скоростные суда. То есть мы объединяемся и совместно работаем вот по этому направлению. Именно, чтобы, во-первых, регистрация, первое требование. Ну, любые правила плавания, любые правила регистрации, все что угодно. И еще такой вопрос. По перевозкам, таким даже платным, дело бизнеса такого, насколько вы к этому имеете возможность вот это все регулировать, контролировать и так далее? Потому что там перевозятся люди тоже. Понятно, что это тоже нужно контролировать. Вот с этим как обстоит дело? Значит, маломерные суда, которые зарегистрированы в ГИМС, МЧС России, они не имеют права заниматься коммерческой деятельностью. То есть все платные перевозки, это уже не наше. Они должны осуществлять свою регистрацию в ГРС и государственной речной судоходной инспекции. Ну вот вы патрулируете, видите, что вот, ну, все равно частное какое-то там судно плывет, и вдруг вам показалось, что водитель вот не трезвый, или вот пассажиры без этих вы пройдете мимо, скажете, это не наше, да? Или как вот в этом, в таких случаях? Мимо, конечно, проезжать нельзя. Если это наше судно, мы, конечно, будем принимать меры с твоей стороны. Если судно не наше, не подназорно нам, мы можем сообщить соответствующие органы. А, ну все равно. Вот полиции, до государственной речной инспекции, куда угодно, конечно. Понятно. Ну и хотелось бы еще раз определить направление вашей деятельности, и услышать от вас какие-то советы все-таки, и владельцам, и отдыхающим, и вот на кого распространяется ваше внимание и забота, даже так скажем. Ну основное, что хотелось бы довести до людей, то есть нужно понимать, что до каждой информации довести очень сложно и невозможно. То есть к этому нужно подходить очень ответственно, более ответственную гражданскую позицию занимать. То есть самому интересоваться о каких-то изменениях, о каких-то правилах и так далее. Следующее, то же самое, что и на дороге. Всегда нужно быть вежливым по отношению к другим. То есть соблюдать правила, не подрезать никого и так далее. То есть это очень влияет на безопасность на водных объектах. Да, ну правила, да, практически все одно и то же. Конечно. Да. И еще такой вопрос, потому что мы всегда надеемся, особенно сотрудников МЧС, и хотелось бы, чтобы они тоже были серьезно ответственны и в соответственной физической форме. Скажите, как вы контролируете вот этот вопрос у своих подчиненных даже, так скажем, чтобы тоже была физическая форма в норме, и все тоже и законы знали и так далее. Вот это вот моменты дисциплины, вот как руководить? Ну, к физической форме у нас требований нет. Нет? Нет, к физической форме нет. У нас единственное, что не реже чем в три года должна проводиться аттестация государственных инспекторов, которые на настоящий момент проводятся, буквально вот сейчас. также это могут быть внеплановые какие-то аттестации в связи там с выходом новых документов, проводится обучение, потом проводятся зачеты по этим документам и так далее. Ну, в основном такие юридические, теоретические издания. Да, да, то, что касается законодательства, прав, обязанностей. Ну, плавать-то должны, наверное, сотрудники уметь, я имею в виду, сами вдруг. Ну, конечно, все у нас плавать умеют, несомненно. Потому что, да, я думала всегда, что вот к сотрудникам МЧС определенные физические, а у вас какое-то такое исключение, что... Ну, мы не силовые структуры. Ну, понятно. Ну, в любом случае, вы тоже на воде, можете оказаться тоже в опасной какой-то ситуации даже. Ну, как и любой гражданин. Как и любой гражданин. Конечно. Ну, я думаю, что каждый все равно понимает, да, что нужно соответствовать статусу и выполнять свои обязанности. Да, конечно. Ну, у нас буквально где-то минута остается, значит, вот, чтобы вы поняли масштаб вашей работы, вот сколько входит людей в патрульную службу, вот кто патрулирует, и техническая база у вас. Это какая вот очень короткая. У нас существуют отделы и участки ГИМС по городам, то есть Жигулевск, Тольятти, Новокурбусск, Красная Глинка, Самары. Там у них есть своя техника, на которой они, соответственно, патрулируют именно на воде. Кроме этих служб, у нас есть группы патрульной службы. Их в Самаре четыре. Понятно. Они могут патрулировать по всей Самарской области. Понятно. Ну, спасибо большое за эту информацию. Надеюсь, что этот год пройдет хорошо, без каких-то страшных катастроф и аварий. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания.